На этой стратегической сессии обсудим вопросы сохранения здоровья и продления активной жизни людей. На важность этих направлений обращает всегда свое внимание президент. Главной задачей этого национального проекта станет внедрение новых медицинских технологий, помощь в проведении клинических исследований, испытаний, с последующей регистрацией и выводом на рынок перспективных методов диагностики, лечения, препаратов, медозделий, продуктов, в том числе результаты работы в сфере регенеративной биомедицины и тканевой инженерии. В него предлагается включить пять федеральных проектов. Они направлены на развитие медицинской науки, создание изделий, лекарственных форм платформ нового поколения, биомедицинских и когнитивных технологий, технологий будущего и обеспечения активного и здорового долголетия. Ну и, конечно, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории нашей страны. В этом году отрасль демонстрирует высокую динамику. За пять месяцев этого года рост производства лекарств и медматериалов приблизился к 8%. Национальный проект призван поддержать такую тенденцию. За пять лет предстоит сформировать механизм продвижения вплоть до внедрения, чтобы люди смогли как можно быстрее получить новые решения, ну и, соответственно, медицинскую помощь. Обеспечить разработку 25 генотерапевтических препаратов и перенцифицированных клеточных продуктов, а также 11 изделий на основе искусственного интеллекта. Будут созданы также 10 технологий, которые направлены на недопущение и коррекцию возможных когнитивных нарушений. Отработаны свыше 15 биомедицинских решений, в том числе путем внедрения биопечати. 10 технологий для снижения бремени старения клеток, они, в частности, позволят определять и поддерживать биологический возраст и внедрять превентивные меры для сохранения здоровья и профилактики заболеваний, ну и соответствующих факторов риска. Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, по медицинским изделиям до 40%, что, в свою очередь, будет способствовать формированию технологического суверенитета в области фармы и медицинской промышленности. Продолжение следует...